Одна из самых часто произносимых фраз в нашем направлении это фраза о том, что транспорт является кровеносной артерией нашей страны У нас в направлении собраны ребята из разных уголков России, но транспортные вопросы одинаково актуальны для всех Направление транспорт на самом деле достаточно уникальное направление, которое мы здесь вводим, где речь идет не только о новых видах транспорта а где речь идет и о новых принципах логистических перераспределения транспортных потоков в стране новых систем поддерживающих инфраструктур то есть по которым собственно транспорт осуществляется новые транспортные маршруты которые необходимы для страны Одной из целей программы летних школ было научить детей решать исследовательские и инновационные задачи, которые актуальны для современной транспортной отрасли российской экономики чтобы дети могли связать получаемые ими в школе знания с теми проблемами над которыми сейчас работают ученые и инновационные компании России и всего мира Я думаю, что за этими ребятами действительно будущее нашей страны и то, чему они научатся в процессе данной школы те навыки и компетенции, которые они приобретут по жизни используя этот опыт обязательно пригодятся не только компаниям но и всей стране в целом Все эти проекты являются комплексными то есть ребята перестали бояться заниматься такими масштабными преобразованиями скажем, один проект предусматривает модернизацию нескольких разных транспортных артерий если мы возьмем Северный морской путь то ребята одновременно обсуждают и железнодорожную инфраструктуру которая должна обслуживать порты и модернизацию самих портов и создание новых ледоколов и подготовку кадров то есть у нас есть ребята, которые поработают над проектом сами решают стать капитанами дальнего плавания мы выбрали проект создание совершенно нового автомобиля с использованием иностранных технологий но производящихся на русских заводах он принципиально нов тем, что он будет очень хорош по качеству с низкой ценой до миллиона рублей и будет собираться на русских заводах наша группа занимается системой логистического взаимодействия разных видов грузового транспорта это интернет-платформа на базе которой мы будем объединять всех экспертов в сфере транспорта в первую очередь, конечно, заказчика и перевозчика но также и сервейеров, экспедиторов руководителей складов этот проект полезен экономике с моей точки зрения потому что сейчас эта сфера достаточно плохо развита в Российской Федерации то есть и крупные компании и малый бизнес прилагают очень большие усилия для нахождения перевозчиков для своих товаров мы решили попробовать что-то необычное например, капсульный трубопровод многие это сравнивают с пневмопочтой но там есть свои отличия я думаю, это не будет реализовано завтра или послезавтра это проект на перспективу имеется в виду лет через 5, 10 или 15 лет из того, что я видел, не знаю, несколько ребят, они уже потенциальные миллионеры главное их не бросить и если школа сможет выступить координатором между заинтересованными людьми, бизнес-структурами и ребятами, которые могут посвятить себя этим проектам и их сопоставить друг с другом я думаю, что это будет, наверное, главной заслугой помимо того, что эта школа оставит в их головах некий интеллектуальный багаж и навыки мысли мы просто получим в ближайшем времени не знаю, несколько интересных продуктов которые на том уровне, который считается достойным и конкурентно способным в мировом смысле для педагогов и кураторов главным было поддержать желание ребят двигаться в своем развитии поддерживать их веру в то, что они могут изменить свою жизнь могут изменить жизнь своего региона могут реально принести пользу своей стране были дети, которые прошли не одну летнюю школу для многих это была уже третья и можно было увидеть, насколько у них вырос уровень самооценки насколько они по-другому стали оценивать свои силы как они по-другому относились к своей работе и к работе своих товарищей как изменился уровень их проекта это готовое решение, которое сегодня уже можно внедрять и я советую всем руководителям предприятий просто прислушаться, потратить 5-10 минут своего времени и рассмотреть данные проекты которые в итоге, несмотря на возраст, кажется, как бы участников находятся на очень приличном уровне и которые могут поднять экономику, поднять бизнес предприятий и регионов в целом но порой дети не всегда понимают, что нужно ловить момент им кажется, что есть длинная-длинная жизнь и они еще всему успеют научиться что они еще пойдут в ВУЗ, пойдут на работу и не понимают, что время сейчас для нашего поколения утекает очень стремительно то есть темп жизни такой, что каждый день, каждый час колоссально важен рецепт успеха, на мой взгляд, только один он не бояться и каждый день идти вперед и никогда не ждать, что в этой жизни обязательно придет человек, который расскажет тебе, что же надо сделать такого человека никогда не будет этим человеком можешь быть только ты сам вот только ты сам, имея свой богатый жизненный опыт или не богатый, но так или иначе на своих ошибках можешь научиться и понять, как нужно достичь той или иной цели Внешней коммуникации, это коммуникация аэропорта, внешней среды журналистов, пассажиров, людей России Педагоги и кураторы школы ранее имели общение с топ-менеджерами крупных компаний и у них была возможность сравнить, как двигаются дети и как двигаются реальные взрослые управленцы в решении проектных задач, что привело их к пониманию, что это одна и та же траектория, один и тот же путь Они ставят и обсуждают одни и те же вопросы И дети неожиданно для себя видели, что все абсолютно одно и то же и они способны ставить и решать задачи на уровне взрослых У нас получилась замечательная программа по работе со школьниками старших классов Дети, которые видят себя в перспективе развития своих регионов приехали к нам за четыре школы этого года к ним приехало более 130 экспертов из отраслей, связанных с энергетикой, с IT, телекоммуникациями, медициной, банковским делом, химией и нефтедобычей И в итоге у нас получилось 120 уникальных проектов которые ребята разработали в школе Каждый из проектов знаменует какую-то новую технологию которая принесет очень много пользы людям, которые живут в регионах российских Каждый проект позволил нашим участникам найти свое будущее место в профессии И каждый проект связан с какой-то уникальной технологией которые ребята для себя поняли и даже смогли показать и реализовать на каких-то стендах каких-то своих макетах, может быть даже действующих моделей И за время работы все из них поняли, в каких отраслях будут развиваться российские технологии В каких отраслях у России есть потенциал выхода на мировую арену В каких отраслях мы можем не догонять, а обгонять и быть лидерами Соответственно, и свою будущую профессию наши выпускники выбирают именно в этих отраслях Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...